Привет, друзья! Сегодня у нас будет очень важная история, которая наверняка тронет каждого из вас. Все случилось в середине лета. Как обычно, мы занимались изготовлением террариума для наших новых питомцев, которых очень скоро вам покажем. Как нам позвонил давний знакомый и попросил совета. У него была молодая пара волнистых попугайчиков, с которыми произошла очень грустная история. Самец-волнистик случайным образом умудрился застрять между окном и москитной сеткой, пока никого не было дома. А к тому моменту, когда все вернулись, он уже погиб. Осталась одна самка. Она загрустила и перестала есть. И нас спрашивали, как помочь самке? Ведь последние несколько дней она сидит в домике и даже не выходит. Честно говоря, этот вопрос поставил нас в затруднение. Ведь из птиц у нас есть только Рома, и он живет один. Мы посоветовали обратиться к ветеринарам. Спустя еще пару дней наш знакомый привез это. Сказал, что самка умерла, и он не знает, что с этим делать. А вся семья и так плачет. Передал нам эту коробочку и уехал. В коробке мы обнаружили три маленьких яйца. И были, мягко говоря, в замешательстве. Как оказалось, самка не просто так сидела в домике. А начала высиживать яйца и погибла. То ли от тоски, то ли от голода. Мы не знали точного времени, когда эти яйца были отложены. И что вообще теперь с ними делать. И начали гуглить. Результаты поиска нас не обрадовали. На всех сайтах и форумах написано, что инкубировать яйца волнистиков очень сложно. А шансы выкормить птенцов с первого дня жизни и вовсе стремятся к нулю. Нужен инкубатор, который будет поддерживать необходимую температуру и влажность. И нужна специальная смесь. А кормить птенцов придется каждые два часа. Да, задача действительно сложная. Но просто взять и выбросить эти яйца рука не поднялась. Мы решили, что будем пробовать. И постараемся сделать все, что от нас зависит. Первым делом мы поставили коробочку с яйцами на греющий коврик, который одолжили у морковки. Затем заказали на маркетплейсе сухую смесь для выкармливания попугаев. И отправились по магазинам в поисках нужного инкубатора. Теоретически можно было собрать инкубатор своими руками. Но на это необходимо время, которого у нас не было. Поэтому пришлось покупать готовый. И это тоже оказалось непросто. С огромным трудом, но нам все-таки удалось найти более-менее подходящий инкубатор. Он предназначен для перепелиных яиц. Хоть они их в два раза крупнее, чем яйца волнистых попугаев, но все равно это лучше, чем инкубаторы для куриных яиц, которые в основном и продаются в магазинах и на рынках. Кое-что доделать все-таки пришлось. В этот инкубатор можно заливать воду, но почему-то уровень влажности он не показывает, а только температуру. У нас как раз есть новенький измеритель влажности, который мы купили для террариума. Но теперь установим его в инкубатор. Протрем инкубатор антисептиком, и можно закладывать яйца. Яички настолько маленькие, что к ним даже страшно прикасаться. Их размер меньше двух сантиметров. Яйца тоже нужно протереть, только уже не антисептиком, а простой кипяченой водой. Теперь аккуратно закладываем яйца в инкубатор. Добавим кипяченую воду и включим инкубатор. Влажность оказалась слишком низкой. В первые дни она должна быть около 70%. Мы испробовали разные способы, чтобы поднять влажность. Смачивали стенки инкубатора, добавляли кусочки ваты в ячейки с водой, но этого все равно было недостаточно. Стояла жаркая погода, и воздух в помещении был слишком сухой. А так как воздух поступает в инкубатор снизу, мы решили попробовать подложить под инкубатор пористую салфетку и смочить ее водой. И это сработало. Уровень влажности дошел до необходимой отметки. Очень интересно узнать, что происходит внутри яиц. Чтобы рассмотреть внутренности, мы купили яркий фонарик, но его нужно немножко переделать. Линза фонарика выпуклая, и яйцо на нее не положить. Измерим внутренний диаметр фонарика и вырежем из пластика подставку для яиц. Первое яйцо как будто пустое. Кажется, что внутри ничего нет. Посмотрим второе. Оно оказалось точно таким же, как первое. Мы не смогли там ничего разглядеть. А вот третье яйцо совсем другое. Посмотрите, оно живое и шевелится. Это просто невероятно. Мы очень переживали, что пока занимались поисками инкубатора, зародыши могли погибнуть. Но теперь точно знаем, что это яичко живое. Первые два яйца оказались неоплодотворенными. В них есть белок и желток, но нет никаких процессов. А в оплодотворенном яйце с первого дня происходит настоящее чудо. Клетки начинают делиться, создавая новую жизнь. Развивается кровеносная система и формируется эмбрион. Появляются очертания головы и тельца. Образуется мозг и сердце, которые начинают биться и запускают кровоснабжение. Питательные вещества поступают из желтка. Формируются кости и клюв. Зародыш быстро увеличивается в размере и начинает дышать, используя поры в скорлупе яйца для обмена газами. На лапках появляются коготки, а на клюве яичный зуб. Специальный вырост, который поможет птенцу выбраться из яйца. И вот птенец уже готов увидеть этот мир. Нам очень хотелось следить за развитием яйца, но мы переживали, что можем навредить птенчику и не стали его слишком часто просвечивать. Спустя полторы недели рано утром я взглянула на инкубатор и заметила, что яйцо слегка подергивается. А пока потянулась за телефоном и включила камеру, вот что случилось. Скорлупа треснула пополам и на свет появился крошечный птенчик. Он такой маленький, но очень громко пищит. Нужно переложить птенчика с подставки для яиц во что-то более удобное и поместить обратно в инкубатор. Первое время брать его в руки было и так страшно. А в перчатках это еще и очень неудобно. Мы решили больше не использовать перчатки, а просто каждый раз хорошо мыть руки. К моменту вылупления птенчика смесь для выкармливания уже была у нас. Перед каждым кормлением смесь нужно приготовить. Для этого к сухой смеси добавляем немного теплой кипяченой воды и тщательно перемешиваем. Затем подогреваем смесь на водяной бане до нужной температуры. Птенец настолько крошечный, что первое время мы кормили его буквально затаив дыхание. Очень боялись сделать что-нибудь не так. Набираем смесь в шприц с мягкой насадкой и аккуратно скармливаем ее птенчику. После каждого кормления мы меняли салфетку и умывали птенца ватной палочкой, смоченной в кипяченой воде. Теперь нужно хорошенько промыть шприц и оставить его до следующего кормления. И так каждые два часа. И днем, и ночью. Как с новорожденным ребенком. Это было очень непросто. Нам пришлось отложить почти все свои дела, чтобы ухаживать за птенцом. Первые три дня птенчик набирал вес. Становился толще и крепче. Перышки росли, и их количество увеличивалось. Но с четвертого дня он как будто остановился в развитии. Хотя также активно кушал и громко пищал перед каждым кормлением. Просто перестал расти и наоборот начал худеть. Мы ничего не могли понять. Снова перерыли кучу сайтов и форумов. И кажется, что все делали правильно. Мы продолжали кормить птенца каждые два часа. Пробовали готовить смесь сами по рецепту из детской кашки с добавлением яичного желтка. Но ничего не менялось. Птенчик продолжал кушать, но не поправлялся. А мы продолжали надеяться на чудо. Но чудо не произошло. И на седьмой день птенец умер. Сказать, что мы расстроились, это ничего не сказать. Столько переживаний, бессонных ночей и все впустую по совершенно непонятной причине. Мы не смогли, не справились. Мы что-то сделали не так. В наших мечтах красивый попугайчик летал по дому и садился нам на плечи. Но этим мечтам сбыться не суждено. И вот теперь, когда птенчик погиб, нас мучают сомнения. А стоило ли вообще пытаться? Ведь изначально мы знали, что шансов на успех очень мало. Может быть, не стоило играть в Бога и нужно было оставить все как есть? Тогда птенец вообще не родился бы, и ему не пришлось бы умирать. А может быть, наоборот, хорошо, что он прожил свою маленькую жизнь в заботе, даже несмотря на то, что она оказалась такой короткой? Мы долго думали, а стоит ли вообще выкладывать это видео на канал. Ведь люди приходят в YouTube, чтобы развлечься и отдохнуть, а не для того, чтобы расстраиваться. Но все-таки решили быть полностью честными с вами, нашими зрителями. Решили, что нужно показывать не только успех, но и неудачи. Ведь это и есть наша настоящая жизнь. Надеюсь, что мы вас не сильно огорчили. Обещаем, что следующие наши видео будут более веселыми. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok